Друзья, приветствую всех на канале Atomodaflife. Сегодня я снимаю свое очередное видео. Сегодня мы поговорим в моем видео о статистике переезда иностранцев, в том числе и поздних переселенцев сюда, в Германию. Так как эта тема вам интересна, вы мне просили когда-то снять еще одно видео о том, какова статистика в 2019 году. Именно в этом видео я расскажу вам о статистике переезда иностранцев в Германии по сравнению с 2018 годом. Итак, друзья, как я вам и сказал в начале этого видео, мы сегодня с вами поговорим о статистике, которая уже присутствует на интернет-портале BFA, где ее можно в принципе в электронном варианте посмотреть. Я это и сделал, плюс сделал распечатку этой статистики, и мы сегодня с вами об этом и поговорим. Но для начала вам нужно поставить лайки, подписаться на мой канал Atomodaflife, и после этого мы с вами начинаем. Итак, в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, сколько и откуда приехал человек, в том числе и поздних переселенцев. Буду немножко зачитывать информацию с тех листочков, которые я распечатал, и мы посмотрим, как же нас много и откуда нас приехал. Давайте начнем с того, откуда приехали поздние переселенцы и иностранцы в общем. Потому что здесь касается не только поздних переселенцев, а здесь касается всех ауслендеров, которые приехали в Германию. Но это не касается беженцев, которые приезжают в Германию. Итак, из Казахстана приехала... Статистика привезена на май, на конец мая 2019 года. Из Казахстана приехало 193 человека. Из Кыргызстана 6 человек. Из Грузии 1 человек. Из Молдавии 3 человека. Из Российской Федерации 299 человек. Так, из Украины приехало 44 человека. И вот кто-то говорил, писал комментарий под видео, что дают добро только украинцам, вперед рассматривая их дела. Нет, вы видите, что статистика такова, что приехало всего лишь 44 человека из Украины. И 299 приехало из Российской Федерации. И 193 приехало из Казахстана. Из Узбекистана приехало 8 человек. И из Белоруссии приехало 19 человек. Всего вместе из стран бывшего Советского Союза приехало 573 человека. Иностранца. Куда же размещают... Нет, давайте сделаем по-другому. Не куда же размещают, куда размещают мы с вами поговорим попозже. А поговорим о том, сколько человек приехало в этом году. Как я сказал, статистика приведена на момент 1 июня 2019 года. И по четвертому, здесь касается именно поздних председаний, четвертому, седьмому и восьмому параграфа. В 2019 году в январе переехало 510 человек. В прошлом году на этот же момент 489. В феврале 685 человек. В прошлом году 592. Март 687 человек. В прошлом году 500. Апрель 697 человек. В прошлом году 560. И май получился немножко поменьше. 642 приехало. В прошлом году 719 человек. Всего вместе за 2018 год, за целый год, за 12 месяцев, переехало поздних переселенцев по четвертому, седьмому и восьмому параграфам 7874 человека. А за 5 месяцев, получается, январь, февраль, март, апрель, май, переехало уже 321 человек. То есть, если мы посмотрим статистику конца 2019 года, на следующий год, то мы увидим, что в этом году, скорее всего, будет больше переезжающих в Германию по линии поздних переселенцев. И вот у меня есть здесь статистика за 2007 год. Например, в 2007 году приехало 4017 человек за целый год. Либо, если 2010 год взять, то переехало всего лишь 1441 человек. Есть еще меньше. 2011 год. 1137. Нет, вот есть еще меньше. Самое меньшее количество человек, которое переехало в Германию за год в качестве подних переселенцев, это был 2012 год, переехало всего лишь 1039 человек. И, как вы понимаете, за 5 месяцев 2019 года переехало уже 3221 человек. Следующая статистика такова, что куда распределяют тех, кто приезжает сюда, в Германию. Итак, получается, что распределено было 348 человек в земля, это Баден-Вютерберг, земля Байерн 403 человека, Берлин 132 человека, Бранденбург 65, Брэйман 29, Хамбург 69 человек, Хессен 197, Меккленбург-Форпром 44, Нидерзаксон 241, Получается, самая большая цифра, которую я здесь вижу, это Нордхайн-Вестфалиен, 545 человек распределили туда. Райн-Лайнс-Фальц 127 человек, Заорлан 37 человек, это, наверное, самая маленькая цифра пока я вижу, да, 37. 37 это Заорлан, туда распределили меньше всего. Заксон 114, Заксон-Анхальд 71, Шлёзовик-Хольштайн 87, и к нам в Тюрингии распределили 75 человек. Все, практически, эти люди, иностранцы, которые приехали из бывших стран СССР, единственное, что Баден-Вютерберг распределили одного человека из Польши, и Байер распределили одного человека из Румынии. Остальные все из бывшего Советского Союза, да. Что нам ещё известно по иностранцам, которые переезжают сюда, в Германию, также и поздние переселенцы. А, вот сколько человек приехал по четвёртому, по седьмому и по восьмому параграфу. Если вам интересно, то сейчас я вам начитаю. В январе 2019 года по четвёртому параграфу приехал 121, человек 121 заявитель был, да. Седьмой параграф 327 человек и 81 человек по восьмому параграфу. В феврале 140 заявителей по четвёртому, 340 по седьмому и 82 по восьмому. Март 93 по четвёртому, так, по седьмому параграфу 231 человек и 80 по восьмому. Ну, смотрите, по восьмому 81, 82, 80. В принципе, одна и та же цифра. Пляшет здесь, да. То есть 80. В апреле 120 приехало у нас заявителей по четвёртому параграфу, по седьмому 295 и уже 101 по восьмому параграфу приехали. И в мае приехало 145 по четвёртому параграфу, 332 по седьмому и 96 по восьмому параграфу. Всего вместе за пять месяцев 2019 года по четвёртому параграфу приехало 619 человек, по седьмому параграфу 1525 человек и 440 человек приехало по восьмому параграфу. Но это, в принципе, нормально. И как бы хороший такой процент, не только процент, но и хорошее число тех, кто приезжает сюда, в Германии в качестве пози-пересиденцев по различным параграфам. Я смотрю в восьмом параграфе, в котором очень много человек едут. Так, следующий момент, что здесь ещё указано. Ну, опять же, приведена статистика, сколько человек приехало в общей сложности, зарегистрировано. Во Фридланде это в январе 529, в феврале 562, 404 за гестрем на марте, в апреле 516 человек и 573 зарегистрировано в мае. Вся статистика такова, что на 38 больше приехало в январе, 131 больше приехало в феврале, 35 человек приехало больше в марте, 141 человек приехало больше в апреле и на 63 человек приехало в мае. Больше это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну, вот, в принципе, коротенько, я вам рассказал всю ту статистику, которая вас интересует. Если вы её не можете по каким-либо причинам найти в интернете на сайте BFA, то вы её услышали в этом видео. Если вам это видео понравилось, как всегда, мы ставим лайки, подписываемся на канал Atomonic Live, после этого обязательно нажимаем на колокольчик для того, чтобы самыми первыми смотреть все те видео, которые выходят на моём канале. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего, до встречи в моих новых видео и без пальц. Чус! До встречи в моих новых видео! До встречи в моих новых видео! Продолжение следует...